На всех биржевых рынках сделки совершаются стандартными по объему контрактами. Чаще всего их называют лотами. По мере развития рынков размер лотов постепенно уменьшается. Но даже работа с крупными лотами совершенно доступна всем желающим через систему маржевой торговли, которую предоставляет своим клиентам компания Alpari. Возьмем для примера средний размер лота равный 10 тысячам долларов. Один лот равен 10 тысячам долларов. Чтобы оперировать такими деньгами, вы должны заключить договор с брокером, в данном случае с компанией Alpari, на обслуживание. На основании этого договора вам будет открыт специальный торговый счет, на который нужно внести минимально необходимую залоговую сумму. В данном случае залог ваш должен быть не менее 100 долларов. Говорят, что брокер предоставляет плечо или рычаг. То есть плечо или рычаг 1 к 100. Если у вас на счете 100 долларов, то вы можете оперировать 10 тысячами. Если 200, то 20 тысячами и так далее. Пусть на нашем торговом счете 100 долларов. То есть мы можем оперировать объемы денег равным 10 тысячам. Мы даем приказ нашему брокеру, в данном случае компании Alpari, купить эти самые 10 тысяч долларов. По нашему приказу компании автоматически выделяется франков ровно столько, сколько соответствует 10 тысячам по текущему курсу. То есть 11 600 швейцарских франков. Поскольку мы уже дали приказ купить, то тут же автоматически по нашему приказу покупается 10 тысяч долларов. Вот на этом участке франк, вернее котировки франка растут, то есть растет доллар. Поэтому когда мы вот в этот момент времени дадим приказ продать, то обратно мы получим уже не 11 600, а 11 700 швейцарских франков. Вот сумма, которая была выделена брокером на покупку 10 тысяч долларов, она возвращается обратно брокеру. А остаток 100 швейцарских франков, это и есть наш доход, который начисляется на наш торговый счет. Но только начисляется он не в франках, а конвертируется по текущему курсу в доллары, что будет составлять примерно 86 долларов. Как же возникает прибыль при торговле валютами? Рассмотрим на примере доллар-швейцарский франк. Предположим, что на основе проведенного анализа мы предполагаем, что котировки будут расти. То есть в данном случае будет дорожать доллар, поскольку за него будут даваться больше и больше швейцарских франков. На Форексе все приказы отдаются по отношению к валюте, в которой выражен стандартный лот, то есть в нашем случае к долларам. Мы даем приказ нашему брокеру продать доллары, в данном случае за франки. Брокер автоматически выделяет нам 10 тысяч долларов и по нашему приказу продает их за франки. Франк на этом участке дорожает, поэтому когда мы даем приказ купить обратно доллары, то мы получаем уже не 10 тысяч, а 10 тысяч 86 долларов. 10 тысяч долларов брокер забирает опять же себе, а вот эти 86, которые остаются, они начисляются на наш залоговый счет, то есть добавляются к тем самым 100 долларам, которые были изначально, и это становится итоговой суммой счета. Таким образом, трейдеры на Форексе могут без ограничений торговать на любом движении валюты, на росте котировок и на падение котировок.